Основание прямой треугольной призмы служит прямоугольной треугольной с катетами 9 и 40. Боковое ребро призмы равно 50. Найдите площадь боковой поверхности призмы. Для начала сделаем рисунок. Площадь боковой поверхности прямой призмы равна произведению высоты призмы на периметр ее основания. Высота призмы h умножить на периметр основания. Известно, что катеты равны 9 и 40, а боковое ребро призмы равно 50. Так как у нас призма прямоугольная, следовательно, боковые ребра будут импендикулярны основанию, следовательно, боковое ребро будет являться высотой. h равняется 50. Периметр основания равен периметру треугольника, который лежит в основании, то есть a плюс b плюс c. a у нас равняется 9, b равняется 40, осталось найти c. Так как в основании прямоугольной призмы лежит прямоугольный треугольник, следовательно, мы можем воспользоваться теоремией Пифагора и найти c. По теореме Пифагора, квадрат гипотенуза С квадрат равняется сумме квадратов катетов 9 в квадрате плюс 40 в квадрате. Выразим отсюда С. С равняется корень квадратный 9 в квадрате плюс 40 в квадрате. Тогда С равняется корень квадратный 9 в квадрате это 81, а 40 в квадрате это 1600. Сложим. Получается, С равняется корень квадратный 1681. Следовательно, С равняется 41. Периметр основания равняется 9 плюс 40 и плюс 41. Это будет 90. Тогда площадь боковой поверхности S-бок равняется 90, умноженная на высоту, на 50. И получается 4500. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.